Рассмотрим бросание монеты, ну и вот этот вот герб, герб, решка, 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 герб и так далее. Есть момент, когда вот дербов было больше, а потом стало меньше, или наоборот, дербов было меньше, а потом стало больше. А пересечения? Сколько пересечений, ну скажем, тысячу раз бросили монету, сколько в среднем произойдет пересечений? Зачем это нечетное число? Чтобы в последний момент не было даже намека на пересечения, потому что мы можем оказываться на оси абсцисс только в четный момент времени. Что такое перемена знака или пересечения оси абсцисс? Когда мы до этой точки были выше, стали ниже, или наоборот, были ниже, стали выше. Вот маршрут, который здесь нарисован, имеет две точки пересечения, вот эта и эта. Это не считается точкой пересечения, это тоже не считается точкой пересечения. Давайте посмотрим небольшие примеры начальные. Если n равняется нулю, то речь идет о чем? О том, что мы бросили монету один раз. r обязательно равно нулю, и таких путей ровно два. Правильно? Или герк, или рерк. Если n равняется единице, давайте посмотрим, что это такое. Три раза бросили. Могли ли мы при этом пересечь ось абсцисс? Могли. Сколько способов, бросив монету три раза, всего способов, восемь. Когда пересекли, очевидно, два. Значит, здесь пишем два, здесь шесть. Хорошо. n равняется двум. Это пять бросков. Когда пять бросков, уже то есть труднее считать. Раз, два, три, четыре, пять. Какие возможны варианты? Возможен вариант, что в точке два произошло пересечение. И после этого в точке четыре произошло пересечение. Ну и симметрично. Значит, когда два пересечения, количество вариантов равно двух. Хорошо. А одно пересечение возможно? Может подняться, потом произойти пересечение, потом опуститься как-то? А нам вот пересечь ось абсцисс в двойке или в четверке? Правильно. Конечно. Или в двойке, или в четверке. Давайте эти варианты я нарисую. Вот если пересечен в двойке, ну пусть вначале так понялось, пересекло в двойке и больше не пересекло. Что это означает? Это означает, что мы идем или сюда, и потом сюда, или мы идем сюда, а потом неважно куда. Так, это один вариант, это второй вариант, это третий вариант. Ну, еще надо все умножить на два, потому что вся эта картинка могла быть отражена относительно ассервис. Значит, здесь всего шесть вариантов. А если в точке четыре? Давайте я эту картинку тоже нарисую. Один, два, три, четыре, пять. Если произошло пересечение в точке четыре, тогда, скажем, мы вот здесь пошли. Так, возможен вариант вот такой, да? И возможен вариант такой. Это раз вариант, два варианты, на два умножить, все будет четыре. Четыре и шесть это десять, правильно? Сколько было всего маршрутов? Два в пятый. Видимо, пять раз прошли монету, сколько вариантов? Два в пятый, то есть тридцать два. Тридцать два. Тридцать два минус два и десять? Двадцать. Я не буду себе рисовать, но, в общем, двадцать шесть. Видно, что эти числа все четные и что-то не случайно четные, потому что мы вначале можем или выходить в точку один один, или в точку один минус один. Поэтому их разумно разделить на два. Что получится? Один, один, три, один, пять, десять. Для тройки запишу ответ. Здесь будет два, но это совсем очевидно, потому что, когда вы рисуете путь длины семь, чтобы было три пересечения, то есть вариант в десять, очевидно, два. Здесь вариантов два, четырнадцать, это шестнадцать, шестнадцать и сорок два, пятьдесят восемь, пятьдесят восемь, семьдесят, сто двадцать восемь. Так должно быть. Не буду рисовать эти картинки, поверьте, их нетрудно нарисовать. Если вы разделите на два, то увидите это числа. Один, семь, двадцать, один, тридцать пять. Это числа из седьмой строчки треугольника Паскаля. А здесь были из пятой строчки, а здесь из третьей, а здесь из первой. Количество вариантов. Это количество расставий, плюсики и минусики, где у нас знаков одного вида n-r, а знаков другого вида n-r-1. Ну и плюсиков вот столько, минусиков вот столько. Это количество путей пройти из точки начала координат, точки 0,0, в точку с координатами 2n плюс 1, 2r плюс 1. Так, давайте я эту теорему еще раз четко сформулирую, и мы ее докажем. Вероятность того, что при 2n плюс 1 бросаниях, когда мы нарисуем путь, будет ровно r переменной знака, равна 2, ну там, в таблице все числа делились на 2, потому что можно символично отражать, умножить на число сочетания из 2n плюс 1 по n минус r и разделить на 2 в степени 2n плюс 1. Другими словами, если мы рисуем всевозможные пути, которые начинаются в начале координат, заканчиваются где-то вот, длина 2n плюс 1, и при этом имеют ровно r элемент знака, то таких путей, если известно начало, вот эту двойку, я вот что так, я скажу, что пусть путь в начале идет в точку с координатами 1, 1, да, то таких путей будет в точности столько, сколько путей в точку с координатами 2n плюс 1, 2r плюс 1. Я сейчас хочу посчитать количество всех путей, которые первым шагом пришли в точку 1, 1, и после этого у них было r переменных знаков. Если r равняется нулю, то вообще-то это мы уже делали. Помните? Пути, не пересекающие ось абсцисс. Сколько им было шагом? Мы это делали не до 2n плюс 1, а мы это делали до 2n. Смотрели на всевозможные пути, которые ни разу не пересекают ось, не спускаются. Что это в наших терминах? Это значит y первое равно единице, y второе больше или равно нуля, и так далее, и так далее. y двоенное больше или равно нуля. Вспоминаем. Но на самом деле хоть писать и первое равно единице, хоть написать, что оно больше или равно нуля, будет одно и то же. Те пути, которые вначале идут не ниже асси абсцисс. Сколько было штук? Сочетание из 2n плюс. Но если нас интересует путь, который не просто на первых 2n участках был не ниже асси, но при этом и дальше тоже, то есть он мог здесь быть на нуле, конечно, пожалуйста, но при этом он не имеет права дальше идти вот сюда. Как это считать? Что значит, что путь нигде не пересек? Если он вышел таким образом, это значит, что запрещен вот такой вот шаг, правильно? Есть те, которые остановились не на оси абсцисс, и их надо удвоить. А те, которые остановились на оси, надо взять только один раз, потому что только один из двух подходит. Но те, которые остановились на оси, это в точности число каталана. Их удвоить не надо. Значит, нужно число сочетание из 2n по n минус число каталана умножаем на 2 и прибавляем к этому число каталана. Хорошо? И что же утверждает наша теорема? Что это будет в точности, когда я равно нулю? Число сочетаний из 2n плюс 1 по n. Давайте проверим, будет или не будет. Число сочетаний из 2n плюс 1 по n. Ну, если раскрыть скобки, то мы получим, что нужна такая теорема, что число каталана это 2 умножить на число сочетаний из 2n по n минус число сочетаний из 2n плюс 1 по n. Давайте смотреть. Число сочетаний из 2n плюс 1 по n это число сочетаний из 2n по n плюс число сочетаний из 2n по n минус 1. Ну, это просто общее свойство числа сочетаний. Значит, расписав по этой формуле, вы получаете, что нужно доказать, что число сочетаний из 2n по n минус 1. n число каталана – это и есть разница числа сочетаний из 2n по n минус 1. Ну, это известно. Это одно из свойств. Когда вы записываете на треугольной паскале и берете в 2n строчке, в центре вот разность, то как раз возникают числа каталана. Можете проверить, действительно, почитать по формуле, как угодно это можно доказать. Все. В случае r равно 0 мы с вами разобрали. Значит, все просто. Дальше идут ц. То есть, мы с вами при конкретном n, начиная от нуля, будем потихонечку увеличивать число r и будем проверять, что если утверждение было верно для r минус 1, то оно будет верно и для числа r тоже. Смотрите, что мы должны проверить? что путей, у которых r пересечений от нуля до 2n плюс 1 вот столько штук. Это число сочетаний из 2n плюс 1 по n минус r. Что это такое? Это количество путей, которые идут в точку с координатами 2n плюс 1 2r плюс 1. Почему? Ну, потому что, когда вы берете вот такое число сочетание, вы фактически должны взять n минус r минусиков и n плюс r плюс 1 плюсик. количество плюсов на 2r плюс 1 больше количества минусов. Поэтому речь идет о путях, которые идут отсюда и сюда. Итак, еще повторяю, что нужно доказать. Что путей, у которых ровно r пересечений с осью абсцесс, столько же, сколько путей, которые ведут из этой точки в эту, только вот с учетом этой двойки. Вот здесь была двойка, поэтому с учетом этой двойки мы обязательно должны сказать, что пути, которые имеют r пересечений, мы рассматриваем не все, а только половину. Те, которые начинаются с шага вверх, с перехода на один вправо и один вверх. Отлично. Разумеется, мы должны посмотреть на самое левое пересечение. Если маршрут пошел вверх, то, значит, самое левое пересечение это будет где-то, я не знаю где, но в какой-то точке четной, в какой-то точке номер 2k. Отлично. Смотрите, как должен быть устроен маршрут. Вот здесь он какой-то такой. Он имеет право коснуться оси абсцисс, но не имеет права спуститься ниже нее. То есть, вот прямом y равно минус 1 впервые пересекает в этой точке. В точке, я скажу, с натоми 2k плюс 1 минус 1. Хорошо. И после точки 2k должно быть ровно r минус 1 пересечение. Но заметьте, пожалуйста, от 2k до 2n плюс 1 у нас нечетное количество шагов. Количество пересечений фиксированное. Значит, мы можем по предположению индукции сказать, что количество таких путей кстати, заметьте, первый шаг мы знаем, первый шаг сюда. Количество таких путей это число сочетаний из 2n минус 2k плюс 1 это вот это расстояние по n минус k минус r плюс 1. Ну, это довольно ужасное, конечно, число. Не очень понятно, что с ним делать. Но давайте его сформулируем геометрически. что значит число сочетаний из 2n минус 2k плюс 1 по n минус k минус r плюс 1. Это количество всевозможных маршрутов, которые начинаются вот в этой точке и смотрите, какая здесь была разница. Здесь была разница 2r плюс 1. А здесь что будет? Когда вы возьмете n минус k минус r плюс 1 и n минус k плюс r. Разница будет 2r минус 1. Ну, на самом деле, понятно. Здесь было r, и поэтому уровень 2r плюс 1. Здесь роль r играет r минус 1, и поэтому r минус 1. Так вот, давайте вот это вот число 2r минус 1 отложим не вверх, а вниз. Это же все равно. Итак, вот здесь откладываем точку с координатами 2n плюс 1 минус 2r плюс 1. Вот это вот расстояние по вертикали это в точности 2r минус 1. И повторяю предположение индукции. Количество путей, которые начались вот здесь, и у них r минус 1 пересечение, равно количеству путей, которые начались здесь, и пришли в такую точку. Я не знаю, он пошел вверх, он пошел вниз, но он как-то вот пошел, и естественно вот какая-то такая ломаная кто-то пришла в эту точку. Так вот, давайте сейчас сделаем такое преобразование. Сдвинем этот путь на вектор на 1 вправо и на 1 вниз. Что тогда получится? раньше у него начало было здесь, теперь начало здесь. Раньше он заканчивался вот в этой точке, теперь будет заканчиваться вот в этой точке. И смотрите, что у нас будет. Пусть начался здесь, шел, 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 пришел сюда. Раньше он должен был так и тем взять. Сейчас не обязательно. Сейчас или сюда, пошел или сюда, но важно, что закончился вон там. Замечательно. давайте теперь подумаем, а какая разница по горизонтали и по вертикали между вот этими двумя точками. Смотрите, по горизонтали в точности 2 n плюс 1. Мы здесь двинулись на единицу и здесь тоже мы двинулись на единицу. Вектор был 1 1. Так? 1 минус 1. Ну да, 1 минус 1. Вот этот вектор. Значит, эта точка сдвинулась не только вниз, но и вправо. И здесь тоже был сдвиг вправо, поэтому все нормально. 2r плюс 1 по ширине. А по высоте? Здесь было 2r минус 1, сдвинули вниз. А здесь наоборот сдвинута вверх. Значит, разница по высоте 2r плюс 1. У нас все маршрунты, все пути, которые вышли закончили сюда. Заметьте, пожалуйста, любой такой маршрут обязательно пересекает прямую y равняется минус 1. И здесь мы брали самое левое пересечение. Ну, соответственно, да, у такого маршрута есть самое левое пересечение с прямой y равняется минус 1. И вот такое вот построение. Сдвиг на вектор. И у нас получились все возможные, а и как раз есть число сочетаний из 2m плюс 1 по n минус r. Теория доказана. Обратите внимание, на самом деле, насколько неожиданна эта штука. Это же просто числа, ну, умноженное на 2, конечно, но, тем не менее, это, в общем-то, числа из треугольника Паскальта. А каким образом устроены числа в треугольнике Паскальта в центре, то есть, когда r маленькое число, они большие. Помните, там было неранисо Чебышова, о том, что у нас по бокам треугольника Паскальта, числа маленькие, а в центре большие. Какое было примерное отклонение при бросании монеты, когда мы сделали энд шагов? Корень из Эн. Значит, и качество пересечений. Сильно больше, чем корень из Эн бывает очень редко. Поняли? Значит, если вы бросили монету тысячу раз, то вполне можно представить себе, что было 30 пересечений, когда нарисовали фашюту. А вот 300 пересечений крайне маловероятно.